Привет, друзья! Меня зовут Марк, вы на канале Бабки на Крипта, и это канал по заработку на криптовалюте. У нас сегодня на обзоре проект, который называется Prospectors. Кто-то в чате писал по поводу того, что надо снимать больше роликов по данному проекту. На самом деле, роликов-то можно дофига наснимать, но здесь момент в другом. Для того, чтобы нормально начать в этом проекте развиваться, вам в любом случае в него нужно зарегистрироваться, попасть, соответственно, и начать в нем принимать участие. То есть я могу кучу контента снимать, я его так планирую снимать по разным направлениям в данном проекте. Поэтому, если у вас есть желание присоединиться к нашему Альянсу, пишите сразу же в комментариях, заходите к нам в телеграм-канал, можете зайти в канал. Здесь есть в описании, соответственно, ссылочка на наш чат, заходите туда, пишите. Поэтому давайте прилетайте к нам в Альянс, будем вместе развиваться. А что сегодня будет в ролике? Такая небольшая рекламка была, да, так скажем, нашего Альянса, и то, что мы делаем снова новый набор. В общем, сегодня мы поговорим про инструменты, как на них можно заработать, какие есть возможности и варианты заработка в принципе на инструментах, как их лучше производить, как делать более выгодно, производить ли это своими руками, либо нанимать наемников. В общем, вот эти все моменты мы сегодня с вами будем изучать. Но предварительно, конечно, подписывайтесь на наш канал Бабкина Крипта, обязательно пишите комментарии, ставьте лайки и жмите в колокол, чтобы точно ничего не пропустить. Но мы давайте будем приступать, ведь мы уважаем ваше время. Итак, друзья, проект Prospectors. Кучу роликов уже по проекту снял, я, в принципе, всегда так начинаю свой обзор, показываю, сколько я чего снял, как говорится, да. Ну, по Prospectors, где у нас тут, давайте поищем, что у нас было, когда последний ролик был аж 4 недели назад, достаточно давненько. Мы, в общем, здесь рассказывали про постройки и так далее, до этого тоже был. Поэтому, друзья, у кого как бы есть интерес к проекту, изучите просто хотя бы несколько роликов, потом уже смотрите этот ролик, либо посмотрите этот и перейдите к следующим, потому что проект большой, о нем рассказывать можно очень и очень долго. Итак, друзья, по поводу инструментов. Смотрите, для того, чтобы нормально зарабатывать на инструментах, вам в любом случае нужны вложения. Без этого никак. Вы должны это принять, вы должны это понять, вы должны с этим смириться, что вам в любом случае придется вложиться на вот эту всю историю с инструментами. Давайте поговорим про первый вариант. Когда у вас вообще нет ничего, нет ни земель, ничего, никого. То есть вы можете, в принципе, в теории, если вы зайдете на маркет, вы увидите, что здесь есть инструменты, их здесь огромное множество, соответственно, каждый из них стоит разных денег, каждый из них стоит разные доставки. Поэтому заниматься перепродажей инструментов, это не совсем выгодно. Опять же, вы можете заниматься перепродажей на разных серверах, грубо говоря, там на севере купить, здесь продать, но вам в любом случае нужно будет деньги тратить на их пересылку на поезде сюда. Поэтому в данном случае без вложений, вообще без вложений, ну, получится, скорее всего, просто не получится. Поэтому вам в любом случае необходимо вложиться в инструменты, вложиться в какие-то помещения, да, которые вам будут приносить, ну, хоть какой-то профит. Вы изначально должны на вложениях, как бы, экономить. То есть, смотрите, как бы, если у вас есть печка, если у вас есть инструментальный цех, вы просто покупаете ресурсы, тащите их на печку, на печке делаете там все, что вам нужно, потом все это везете на инструментальный цех и там уже делаете. Есть второй вариант. Вы просто покупаете комплектующие, то есть, к примеру, если, давайте зайдем на мой инструментальный цех, просто вот для примера, да, сейчас я вам покажу, сколько у меня тут. Вот у меня 20 лопат производится, 11 лотков и 17 кирок. Большое количество у меня инструментов, но у меня и земель немало, да, то есть у меня есть три земли, грубо говоря, где я могу их продавать. Вот у меня есть золотой участок, у меня здесь продаются инструменты, вот у меня есть угольный участок, и здесь продаются инструменты. Вот, кстати, лопаты все разобрали, надо выставить. Сразу же в моменте сейчас мы это сделаем, вот так вот. Так, 10 лопат выставил, кирки, в принципе, пока есть. Поэтому я, по сути, занимаюсь продажей на трех своих точках. Плюсом ко всему я могу, конечно, еще утащить это все в центр, вот здесь вот продавать, да, потому что здесь общий склад, я могу здесь, в принципе, продавать свои инструменты. В целом это довольно-таки выгодно получается. То есть для того, чтобы вам нормальные инструменты... А, по поводу блоков, кстати, и комплектующих я не договорил, да, друзья? По поводу блоков и комплектующих. Если у вас, к примеру, нет печи, да, и вам нужно покупать, соответственно, Iron Plate и надо покупать Steel Block. Вот для того, чтобы делать кирки, лотки и лопаты совковые, вот эти вот инструменты, соответственно, нужны. Если мы перейдем сейчас ко мне, как говорится, в инструментальный цех, вы увидите, что на производство одной лопаты требуется один брусок, wood beam, две металлических пластины и один гвоздь. То есть для того, чтобы вам, в принципе, начать произведить инструмент, вам нужно обзавестись несколькими видами, даже не ресурсов, а комплектующих, потому что ресурсы это все-таки нечто иное. Из ресурсов мы делаем вот эти, соответственно, Iron Plate, блоки металлические, то есть вот эти все истории мы делаем. Чтобы сделать кирки, нам необходимо стальных блоков 6, 2 бревна, ну, 2 бруска, грубо говоря, и один гвоздь. Для того, чтобы сделать лоток, нам необходимо и того, и того по 2. Чтобы сделать пилу, нужны другие инструменты, это другие инструменты. В общем, каждый инструмент, он отличается тем, что для его изготовления нужно разные комплектующие, разный комплект, как говорится, набор комплектующих, грубо говоря, да, из которого вы будете его производить. Этот набор комплектующих производится на печи. То есть для того, чтобы нормально, хорошо начать зарабатывать на инструментах, вам необходимо, в первую очередь, обзавестись печью. Вторую очередь, обзавестись инструментальным цехом. И только тогда вы сможете плюс-минус зарабатывать что-то на инструменте. В лучшем случае, чтобы полностью инструментальный цех у вас был и работал, и приносил очень много денег, вам, ко всему прочему, еще нужно обзавестись шахтами, да. В данном случае для производства блоков и жести нам необходим уголь, руда и глина. По сути, вам необходима уголь, руду и глину по каждому участку, но в данном случае там две руды, глина и уголь. То есть вам нужно два рудных участка, участок глиняный и участок, соответственно, угольный. Тогда вы с каждых этих участков будете добывать ресурсы. Эти ресурсы вы будете тащить себе на печь. На этой печи вы будете производить вот эти вот Iron Plate металлические блоки, да, там как они там называются, Steel Block. И из этих вот уже блоков комплектующих вы создаете инструмент и уже тогда их продаете. Здесь на самом деле везде нужно все высчитывать, прямо вот в моменте нужно садиться и считать. Потому что одно дело произвести это все дело, другое дело все это закупить. Как бы если вы будете все это дело закупать, то есть начнем там с банального, да, если вы, к примеру, захотите сделать какой-нибудь инструмент, вам в любом случае необходимо будет купить руду, вам необходимо будет купить глину и вам необходимо будет купить уголь. То есть вы на это тратите деньги. Кроме того, что вы их купили, вам необходимо их будет транспортировать. Если у вас нету печи, у нас в Альянсе, в принципе, есть своя печь, мы можем вам с этим помочь, по крайней мере, там, как-то обсудить, договориться как-то, чтобы всем было выгодно, да, грубо говоря, мы можем вам с этим помочь. Если у вас печи нету, да, то есть, то вам, ну, нет смысла брать эти ресурсы, просто смысла никакого нет. Вам стоит просто сразу же с места брать вот эти вот блоки, вот они прямо рядышком идут, вам нужно покупать по-любому металлические блоки, да, там, и металлические пластины, стальные блоки, металлические пластины. Вам нужно их потом доставить, соответственно, если у вас инструментальный цех есть, вам нужно его туда доставить и производить либо самому, либо делать, соответственно, ордер для того, чтобы производить эти ресурсы. А если производить это самому, вы сможете за один раз произвести только три инструмента. То есть вы заходите, к примеру, соответственно, видите там ордер, заходите и можете произвести только три лопаты, три лотка и три кирки и так далее. Всего по три. То есть только так. Соответственно, за один цикл, 5-6 часов вы производите три инструмента. То есть за день, грубо говоря, вы можете произвести там 9 этих инструментов. Если вы зайдете в игру трижды, сможете, в принципе, эти инструменты в день создать. Но это если у вас инструментальный цех есть. Если у вас цеха инструментального нет, это вообще проблема. Опять же, если есть цех инструментальный, у вас есть вопрос. Либо вы ставите ордер, как у меня в данном случае, либо вы делаете это сами. Все это стоит денег. Все это нужно считать, друзья. Но здесь определенно есть доход, если вы все дело грамотно посчитаете. Опять же, в нашем альянсе, я сейчас не делаю никакой рекламы. Я уже ее в начале ролика, как говорится, сделал. Вот у нас чат проспектов. Мы, соответственно, здесь обсуждаем очень важные моменты по игре. Вы можете реально просто зайти в чат и поспрашивать, как что выгодно сделать. То есть здесь прям подробно, Эл пишет, подробно пишет Виталик. Подробно я иногда пишу, но я не так часто здесь нахожусь в этом чате. Но я здесь смотрю, я все как бы контролирую, все вижу. Поэтому вы можете залететь в чат. Но, друзья, ваш важный момент. Вам нужно обязательно зарегистрироваться в игре. Обязательно зарегистрироваться на зеленом вот этом сервере. На летнем, да, на севере регистрироваться не нужно. И написать к нам в бабкин чат, что вы хотите к нам ввалиаться. Мы уже будем к нам помогать. А так, друзья, в целом я вам с уверенностью могу сказать. Я сам зарабатываю на инструментах. Там очень много денег, на самом деле. Надо грамотно это все сделать. То есть там до момента, до высчитывания, до 2-3-5 золотых. Это реально решает. Вы за доставку платите, вы за ремонт платите, вы платите за изготовление, вы платите ордер за то, что вам их делают. Вы платите, во-первых, ну тоже вы же будете их еще делать сами. Если вы их будете делать сами, то вам в любом случае самим нужен инструмент. Этот инструмент изнашиваться, его нужно докупать. И все это уходит в расходы, друзья. Поэтому это надо все очень хорошо считать. А так, в целом, по поводу инструментов. Это очень хороший доход. Но если все грамотно, по математике посмотреть, посчитать. В целом, у меня доход идет из инструментов. У меня доход идет из золотого участка. Вот у меня есть золотой участок, на котором я не только добываю ресурсы, грубо говоря, но еще и занимаюсь продажей инструментов. Я просто для себя определил, что я буду продавать 2 категории инструментов. Это кирки и лотки. Просто потому, что у меня для того, чтобы золото производить, нужны лотки и кирки. Все максимально просто. Если мы имеем в виду, к примеру, угольный участок, то у меня здесь продаются кирки и лопатки. Для добычи угля нужны кирки и лопатки. Соответственно, все здесь максимально логично. Также есть у меня инструментальный цех. У меня своей печи нет. У нас есть печь Альянса. То есть я на ней все делаю. По сути, мы там с парнями уже, как говорится, деребанимся и все делаем. Это дело решаем. Здесь у меня тоже продается инструмент. У меня здесь продаются кирки и лотки. В общем, думайте, решайте, смотрите. По инструментам я вам, в принципе, рассказал. Нюансов здесь достаточно много. Вариантов здесь тоже очень много. Как это все можно сделать с имением своих ресурсных участков или без них. С имением своих печей, с имением своих инструментальных цехов и печей. Либо без них. Всегда есть варианты. Поэтому, друзья, в принципе, ролик получился немножко скомканным. Но в любом случае, если у вас есть какие-то вопросы, пишите в бабкин чат. Пишите, взглядайте в Альянс. Мы там уже будем с вами, как говорится, разговаривать, беседовать и уже общаться. Производство инструментов и его продажа. Это очень сложное направление, друзья. На котором можно зарабатывать. Но я уже в миллион раз повторяюсь. Надо все считать, чтобы не получилось так, что вы кормите всех вокруг. И доставщиков, и работяг, и те, кто вам то, что самое делают. А в итоге получаете там 200-300 золотых сверху. Это, конечно, ни о чем. Поэтому, друзья, в принципе, все, что хотелось сегодня. Даже больше я, наверное, рассказал. Вновь вам рекомендую подписываться на наш YouTube канал Бабкина Крипта. Обязательно пишите комментарии, ставьте лайки и жмите в колокол, чтобы точно ничего не пропустить. Меня зовут Марк. Я благодарю каждого за просмотр. Хорошего у меня, отличного настроения. И самое главное, друзья, не теряйте свой кэш. Субтитры сделал DimaTorzok